Добрый вечер. Привет. Пахнет. С дуба. Что-то запекали. Или сыр, да? Запекала сыр. Привет вам. Здравствуйте. Привет. Ага, пахнет так. А это нет, не хочу. Чего? Та я ехал, а Коля не ехал. Думал поесть, а Коля прислал еду там. Смотри, я не голодный? Так а там ничего в духовке нема? Нема ничего, я сейчас поставлю. Это же я отца вытягла. Я так холодец как хотел. Ну возьми с собой. А ну нать, уже 74,5 килограмма. Да, если я поставлю буду жрать. Ну так трошки поеси прямо там. Там маленько все. Я знаю это трошки. Ты кидаешь, скидываешь вес? Скидываю. Хрен наверно там, да? Трошки. Здоровья, счастья, процветания. О, пошел. С кем ты балакаешь? С кем ты балакаешь? Я тоби кричу, Самвелка, с днем рождения канала. Ааа, я и забыл. Я и забыл. Спасибо. Спасибо большое. Процветание, терпение. Ой, как там уже процветание. Там уже... Перфиня. Там уже и мох и балута. Да. Как там процветало. Тут такое пишут, что... Стоны. Зачем, кажется, спрашивать у Нади, что делать? Покормили трёхглавого дракона целый день. Кормили трёхглавого дракона. Какой сахар, мам? Что, сахар? Дай веке там и меряло. Да, да, да. А сейчас мы намерял ещё, да? Ну, там ещё и меряло. Последний день. Населена бедная бегает по хате, всё она видит. Хватит чудить. Надя, или ноги тягает, уже осталось беляши жарить. Да, да. А кто меня заставляет? Я сама хочу. У меня уже клиент, уже звонили. Там шорты. Шорты, как детские, как у пионеров. Такой деловой, как мамка. Чужими руками за мамкой. Посмотри на кормить. Сейчас я хоть помешала. Чё пирожками торгула. Он уже поїм, не голодный. Что? Он не голодный. А что, водичку с лимоном Надя уже не любит? Да любит Надя водичку с лимоном. Ой, Господи. Хорошо, что Укр-Укр не говорит свои адреси и данные. Иначе Надюха к нему рванула в поисках Нового Христа. Мне уже это надо едать. За что? 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 Оце недогазки стака. Вони что вообще? Ты доверил свою мать в пьянице? Да ну что за бред? Ну что это такое? Подожди. Вы думали, что вроде я написала, что Артем, как ты мог жениться на стене? Ты вообще представляешь, что вот так что пишет? Это Надя написала. Ну так Надя, так вы проверьте. А вы не знаете, как это хочу сказать? Что мне вчера тоже женщина пишет коментарий. Сейчас я покажу тебе. Что там страшно? Ну я расстроилась вообще. Буду еще до света. Ну думайте, что пишете. С какой речи? Кто? Не, не. Пишет женщина. Что там только Артема Надя? Да нехай я сам скажу. Пишет девушка. Не догаски стакан. Да вы уже задолбали. Господи. Сколько можно? Привет. Это сарказм или на самом деле оскорбление? Тут коментарий. Вот девушка, зрительница. Пишет в инстаграме. Тут написано. Вот дивиться, как бывает. Как мы отмывались керосином котлеты Самвела? Как это видео здесь называется. Я не знаю, где это в них. Чи в ютубе, чи в тиктоке, чи в инстаграме. Не знаю. Женщина написана. И она мне скриншот скажет. Так вот, какие меня ебанушки смотрят. А твиттер якобы я. Подивись. Бачишь? Вот она высылает. Бачишь? Бачу. А что тут такое? А ты бачишь разницу между моим каналом и этим? Что там где? У меня Савелий Ад. А там Савелий, нижнее подчеркнение. Да, да. Ну то есть это не я. Ну так и в мене. Вы же на аватарку нажимаете. А я пишу, да. Я говорю еще раз. Ну еще раз я спрашиваю. Об основе в чем мы с мамой ебанашки? В том, что приготовили по твоему рецепту котлеты. Я пишу вот. Смотрите внимательно на название аккаунта, который вам пишут. Она сама говорит. Хорошо, что ты прояснил ситуацию. Моя невнимательность. Без обид. Вот. Ну вот. И вот это так же самое. Ну пишут, что я написала. Много поддельных каналов, аккаунтов. Отец, как тебе жилиться на свете? Вы собрали? Они поставят или пробел, или точку там впереди, или точку сзади. А кто спишет? Так это же может не Надя. Да нет. На ее тикток и на ее сторинке. Так вы же можете, кто хочет написать. Ну да. На твоей странице тиктоки можете написать. Я святою. Да. За Артемом мы когда-то так были в каких-то стихах. Сейчас нормально все. Святою вообще было. З какой-то речи я буду писать. А она, наверное, на Артема глаз положила. На вашу сраку я положила глаз. Ну, как вот. От кажут, Надя нельзя. От как можно нормально. От можно нормально. До тех людей, что это пишут. Ну вот они что не понимают. Понимаешь. А вот эти, блядь, ты бачила? Гадалка, блядь. Какаясь гадалка. Хуй знает, откуда она. Не знаю. Какая-то гадалка. Что она гадала? Не знаю, что она гадала. Постоянно у нее расклады. На меня, на тебя, на маму, на Колю. Вот такого права. Какого хера вы лезете? Я никаким гадалкам не разрешаю гадать на карты. Это ровнее или чего. Я не хочу. Это против моей воли. У меня есть Олеся, с которой я там общаюсь. Мы делаем то, что я считаю нужным. И какие тут эти шавки, которые нахтяне стоят Олеся, выдают себя за каких-то экстрасенших гадалок, делают расклады. Какого хера? У нее там ничего, говорят люди, потом писают. Да ничего там у нее не сбивается. Она, говорит, какая-то притрушенная. То одно говорит, то другое. Какого хера? А если я буду это смотреть? А если я впечатлительная? А если я что-то себе надумаю? Она нагадает, что я в аварию попричу. Нахер она мне всралась. Я сегодня Олеся пишу. Олеся говорит, да это притрушенная. Она говорит, никакая не гадалка. Дурочка. Я представляю, что Олеся делала. Значит, это такая гадалка, что и нехер делать. Она сидит без конца в Ютубе и без конца снимает ролики. Значит, она и до хера времени. Понимаешь? Он Олеся не может ответить. Сколько людей пишет? Он не отвечает, потому что до хера людей пишут. А я написал там комментарий. Я не даю права. Удаляйте нахер свои видео. Идиоти. Ну, это страшное дело. Ну, сколько можно? Гадалка сам был. Вот, забери только гадалка сам был и там уже будут. О, он. Что? Я не знаю. Консультация, помощь. Сидят, блядь, целыми днями гадают в Ютубе. Жак просто. Я же скажу, я расстроилась до... Не знаю я. Ну, это... Ну, думай. Зачем? Не, ну, нормальные люди проверяют и дивлятся. Поэтому... Ну, так, а чего ж они не нажали на ваталку и не подивилися? Чи то я, чи то... Какая злоба. Самел, иди нахуй со своей Олеся. О, блядь, чокнути. Это гадалка. Медвежья услуга. Самвел, лавры или изгнание надежды. Вот что это? Кто даётся право? Лавры или изгнание надежды. Самвел Адамян, алкоголик или наивный ребёнок. Второй расклад. Какого хуя вы это делаете? А надежда, это не надежда? Ну, про тебя, конечно. Она же снимает. Самвел Адамян. Отвечаю на запрос зрителей. Какого ты хуя отвечаешь на запросы зрителей? Самвел выйдет победителем и всё только начинается. Что это за блядь? Отношения с мамой, ориентация будет. Что? Кто вам, блядь, пёздом дал право? Это жарко. У меня такая стоит, блядь, защита, что если вы будете лезть, то будет только хуже. И у меня защита. Самвела, что дальше? И у меня стоит за меня защита. Николай Сытник. Что лежит в основании их отношений? Кто тебе дал право там ковыряться? Одна. Таких много. Это разные аккаунты. Его психологический портрет онлайн. Расклад. Самвел Днепров. Что его ожидает? Гадание 2022. Что это за бред? Какие вы имеете право? Вас вы, блядь, в Европе, сучек, посадили за это. Ну, гадать на людину, яка несло мне духом. Какие ты имеешь право сидеть и в видео рассказывать. Второй расклад на игре. Таких много. Они все разные. Ой, бог мои, люди. Ну, это жарко просто. Планы Самвела. Отношения с любовником. Черт. Марина Серый Кардинал. Черт и что, понимаешь? Дебилка, блядь. Люди, скамениться, Господи. И хватит меня оскорблять. А потом болеешь, блядь. Вот такие сучки лизут. Хватит оскорблять. Я в шоке. Далее, если люди дописаться не могут. Хто по существу. Да, и мне. Багато людей пишут, что… А эти… Ну, там в Инстаграме шукают. Ну, в Инстаграме Алисия Ангелова. Сейчас я найду. Покажу. Да, шукайте в Инстаграме. Мы общались. Вот. Она благодарна ей. Вот. У нас стористи на каких не было. Уже стористи глянуть не было. Что там искать? Набрали вот так и все. По зрителям смотреть. Вот уже аферистов до хера. Я написала. Написала на своей сторинке. Гадалки, блять, сидят. Я не была пьяна. Написала. А тоди быстро убрала. А скриншоти… Это кто? Ну, это же пишут. А ты типа пьяна. Да. Вроде я была пьяна. Написала. А потом… Ну, сам вель. Ну, сам вель. Вель. Это мне больно. Ну, что мне делать? Что тебе больно? А мне что пишут? На меня что пишут? На меня пишут больше всех гадостей. Больше всех на меня. Ага. На тебя? Больше всех на меня. Я впереди. Нет. Больше всех на меня. Гадостей больше всех на меня. Что не где все. И тысячи лайков под этими дурными коментариями. Мы скрин, скрин сделали. Ну, мы сделали скрин. На сраку. А вы на аватарку нажали? Вы на аватарку нажали? Взнали? Кто то? Чи я? Они же меняют буквы на названиях. Конечно. 150 можно. А сколько? А сколько такое было? Что вот скриншот там и до Ковальчучки и все? Ну вот женщина, видишь, мне написала по факту. Я говорю. Ну. Что она подумала, что это я. Даже не обратили внимание, что это. Вот тоже и так. Так что, девочки, проверяйте. Бачите, что я нажимаю? Да вообще, чего лазить? На аватарку нажимайте. Пожалуйста. Бачите? Я вообще считаю, что нехер лазить по этим комментариям. Вычитывам, что нечем заняться. Сплетни разводить. Я вчера... Худи. Вот такие худи шикарные. О, уже какие в коле костюмов. Сразу за день двадцать чем-то штук. Это что я бачила. Да, и... Ходят дорого. Худи, блядь, 1600-1400. Со скидкой они дорого. А майка, блядь, на мини лакоста выгорела после первой стирки. Цей футболки носишь невбиваемый. Худи тоже самое. Дорого. По шесть худи тысяч. По девять тысяч худи продаются в магазинах. Такое самое качество. Дорого 1400. Дорого пиздуйте работать. Коментарь. У меня двое футболки. Ваши купила. Люди, кто брали, не знают качество. Я не для того, чтобы рекламируют. Он черный. Он черный тут. Я не знаю, скільки раз их стирали. Я не для того, чтобы рекламируют. Я просто говорю, что... Так что тут рекламируют? Просто я говорю по факту, что... Тих, которые люди брали, возвращаются, берут. Цей, блядь, сидят дорого 1400. Пиздуйте, блядь, работать. Кому дорого, мало денег. Работайте, блядь. Работайте. Не сидите в комментариях и не нойте. Сидят, конечно, вы сидите в комментариях. Я деньги зарабатываю на ваших комментариях, блядь. Поэтому пишите, что хочется. Я пишу, только я скажу, читайте, нажимайте на аватарку и дивитесь, чи я, чи не я. И не надо сплетать. А им даже не интересно. Они еще увидели мою фотку. И все, и хватает. И все, и погнали. Одна за одной. Боже, женщины пишут. Я в шоке. И кажут, Надя, нельзя. Как не можно? Как не можно? А кто такой Укерукер? Ага. Далеко вам до него? Да. Кто такой Укерукер? Ніхто. Ой, Укерукер подарена. Та я опешила. Саме он говорит, почитай тут. А я опешила. Нормальные люди увидели, что я растерялась. Я говорю, ну это вообще. Ну ужас. Да, Укерукер, да. Хай да, сядешь. А, Найка побежит за Новом Крине. Ну ты скажи сам же. Боже. Укерукер, а вам спасибо великое. Я надеюсь, он не дивится. От души. Може, когда подивится, от души. Спасибо величезное. Я просто була, я в шоке була. Ох. Я ему вчера писала, благодарила. Коньяк. Мы сели на улице, за мной гулять ходили. Ты иди, как тетка. Та иди, она все нормально в ней. Только то, что нога может быть. Оце в ней тут того. Что воно в ней. Мы же ходили, МРТ делали. Да. Работали же МРТ. Да. Може еще на МРТ поехать. Может, куда поехать. Давай я с ней поеду. Как ты себя чувствуешь, мам? Нормально. Ира не звонила, Сиди, ко мне? Вчера. Мы вчера с Ирой вбалакали, Ира подзвонила. А сегодня мы подзвонили и спекали, как там. А что она говорит? Они даже не слышали. Тебе писала вчера. Они же тебе пишут, позвонили. Та нет, я не буду звонить. А вот там женщина, девочка пишет, что у них, где Ира живет, там нема ничего. Каже, Ира, мы даже не слышали. Обычно мы, каже, чуем очень. А это, каже, мы не слышали. Вчера Ира звонила, сегодня мы до Ире подзвонили. Эдик не звонил. А с Ирой балакали. Они говорят, позвони. Я буду полдвенадцатого звонить, Иру будить. Они там тоже, она бедно, еле усыпают, кажут, от этих взрывов. Она сказала, каже, мы даже... Я не хочу ее тревожить. Даже ничего. Если бы что-то случилось, что-то случится, ты ничем не поможешь. Среди ночи. А будут беспокоить, если вдруг сплять, они будут, зачем. Да, сегодня одиннадцать лет, Ира. Идет снимать. Идет снимать. Буквы писать, читать все. Только, каже, английский и пение. Пение надо. И то, каже, научил учебу. Мне это все не нравится. Ну, он, каже, все, это же все мы проучили. И он же, каже, я это уже знаю. Приготовлю, наш учительница. Да. Я уже это знаю. А это так было у меня Олешка. Вин же в Симферополе кончил девять классов. Лицей. Такий высокий. Лицей. А потом пришел в Кременчук десять и одиннадцатый. И он, каже, Таня, на что вы меня сдали в дебильную школу. Я это уже все проучил. Я это уже все проучил. Я просто в шоке. Первый год и ты, и английский учить. Господи, забывай. А что, правильно делать? А лучше с первого класса. Да. А что мы толку, что мы выросли дебилами? Дебилами выросли. Не знаем ни одного языка. Даже в Африке каждая уборщица знает английский язык. Бомжи знают английский язык, а мы не знаем. Я не мать включила. Да. У нас такой уровень был, что это бред. У нас тут была девочка, вот это же у меня классная руководительница, Наталья Владимировна. У нее муж был физрук, отец директор школы, а его мать конституцию и преподавала у нас. И английский. Она хорошо знала английский, вот это вот педагог. Она очень сильно была по английскому языку. Я же сдавала экзамен по английскому. И у нее внучка, вот это получается дочка вот этой Ирины Владимировны, моей классной руководительной. Что-то в браке гинеколог, что умер, рассказывал, что я зашел к ней там. Вот это же она. И вот эта павлина у них дочка, это ее внучка получается. Она в пятом классе знала программу уже университета Иньясы. Она знала в пятом классе уже все полностью, насколько та бабушка с ней занималась. В пятом классе. Знала всю программу университета. Я вчера с Олегом балакала. Хлопцы же там. Ну кто каже хорошо. Хлопцы вообще, ну они... А, они там, да. Тимур, Марат, да, они умные. Они быстро слабые. Они быстро могут знать. Поэтому с детства надо... Могу каже знают, балакают, как мы на украинском. Я на них не могу и балакать. Ты шо? Да. Оксана тоже каже, тоже так более-менее. Но я какая трошки слабейшая. Ну тяжело с возрастом дают. Мне вообще эти люди полиглоты глотают те языки целыми. Я не могу. Она говорит, сдавала экзамен, говорит, и там потом поступала на Иньяс, по-моему, сдавала экзамен. И что, значит, какой-то текст, что едет слуга какой-то в автобусе. И вот его мысли о том, что могло бы быть, если бы было... То есть очень сложные тексты. Они просто так... На Иньязи, да. Они как-то на Иньязи учатся. И вот это им такое что-то... Такие задания задают, что понять очень сложно. Это не то, что меня зовут то-то, я живу там-то. Там о себе рассказать или о своей профессии. Очень сложные тексты, очень сложные. Дают, что там едет какой-то слуга, вот рассказывает, что его мысли, оно же там в разное прошедшее время, а в будущее очень сложно. И что если бы было так вот в прошлом, если бы он поступил так, то в будущем бы и в него жизнь бы сложилась по-другому. Какие-то его мечты внутренние, вот это он, мысли. Там у него какой-то, говорит, такие сложные. Но она все это все знала. Даже на Иньязи учатся, там сильная программа. А возьми все того, что, как мы были в Галику, то Назара, мальчика. Да, тоже математик какой-то. У него курсы такие, да. 21-летний, как он разумный. Да, у него курсы огромные по математике, он так преподает. Да. Он уже подошел на улице. Назар, что Коля готовил. Кажет, Надя, а ваша подруга Оля, она из Немного? Кажет, да. Да, да, он оттуда откуда-то. Так что у тебя там интернета нема? Где? Там есть? Коля сделал, да? Ты звонила? Я звонила. А я думаю, что ты не скажешь ничего. Ну я до Коли позвонила, а сказал, что сделай, сделай. Алка хочет маму денег. Алка хочет, чтобы я ей машину подарил. Кто? Алка с Канады. Вот та, что сегодня мы смотрели. Алка, Алка, Алка. С Канады, да. Что бы ты подарил? Машину. Какую? Кажет, хоть самую дешевенькую за 10 тысяч. Еще что? Не знаю. И по всей морде. И по всей морде. А чего ты так? По того. Хай работает. Что же ты должен кого-то обслуживать? Руки есть, ноги есть. Балда есть. Хай иди работа есть. Что же это раздаривать свой труд? Ты 11 лет по такой крупичке сам собирал. Сколько ты нервов на них потратил? Здоровья. Не досыпал. Не доедал. Сколько гадостей. Сколько гадостей было. Это тонны. Тонны. Надо было все переживать. Не есть вода. Скажи, сейчас все равно. Я только хотела это так сказать. Раньше переживала. Обсирает. 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 Вот вы написали. Я почитала. Да. Я расстроилась. Я же человек. У меня сердце сказала моя мама. Надя. У городца ж есть сердце. Не камень. То вы просто пишите. 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 Вы просто пишите про себя все. Хай оно будет вам. Пишут, что это УкрУкр. Это Самвел уже пишет. Он сам подарил. А кто так? Так это Самвел и есть для контента. УкрУкр Самвел. УкрУкр очень хороший. УкрУкр очень хороший. Девочки вы ошиблись. А сегодня я... Надя ему просто хорошие расчлепки кормила. Я только узнала, что УкрУкр из недорога. Да. И очень хорошая человек. Очень хорошая. Один сын семьи. Ох блять. И сам себе сделан. И сам себе сделан УкрУкр. Да, интересно. Просто, понимаете, другий раз так почитаешь, посмеешься, так покрутишь, а другий раз уже надоело, уже сколько можно. Сколько можно. Нервы тоже не видят. Мне интересно, как они, где-то это пейдут в компанию, они же там сидят, вот так, мухи считают, сколько полетело. Чи они не берут чарки, не пьют. Вот что они только зарапанны, брендчиков. Что? Зарапанны. Зарапанны. Я вчера бачила, что я делал? Бачила. Ёб твою мать. Что ты Колю обидел? Да прямо обидел. Обидел, конечно. Да именно обиделся. Что ты тоже еще одна? Обидел Колю. Ты бачила, что в квартире? Бачила. Ну так, ну что? Ты бачила, что в квартире? Я бачила. Что она делала? Да ничего. Я три от таких мешка выкинув. Мусор там и туалетный. Это только в шкафу, там в двух шкафах, нахуй. Я пылесос туда всунул. Огромную коробку с туалетной бумагой туда всунул. Так ты уже той мусор весь повинесил. Уже вывез машины. А ты еще там на кухне, ты еще не делал? Нет. Не смей выкидать. Там, я что, где моя козковая рядачка. Тоби дайте, если что? Я не знаю. Хорошо. Сюда. Нам сюда. Ну, там пиздец. Ну, все повинесли. Ну, все вынес, да. Не слава Богу. Ну, понятно. Вот, если тебе писала на планету, я писала на мусор. Ты же машину, все приликал, укинул в мусорку и все. Так. Это в своей квартире. Да, чего я им прибирал. Да то, что нема колы. Нема колы. Но, я внутри люблю, чтобы было пусто. Мне надо, вот это бы я убрал бы. А то бы у меня ничего не было. Вот тут бы у меня ничего не было. Вот я люблю, чтобы было чисто и пусто. Вот красиво, чисто и пусто. Я тоже, сам Галин, я так, знаешь, могу... Ну, ну, как я раньше, на тиждень, я два раза генерально робила все. Но уже, как я начинаю проверять, я повыгребаю все. Я повыгребаю все на свете. Мне лучше не связываться. Я, знаешь, сам себя матюкаю. Я вот как на лучшее. Оля мне говорит, ой, Надя, страшно, как ты грибовый, выгортаю все, вот в подъезд, выгорну. Я вот залезу в шкаф. Трактор подъехал, кинула на трактор. Я вот залезу в шкаф, открою шкаф, один день, будешь вещами проезжать, продаю вещи. Ребята, кому надо худе, дуже красивее там, если худе. И розовее, и бирюзовее, то и все. Они трошки дешевле, да, я продаю. Бирюзовый? Нет. Лавандовый? Нет, ты розовый так почепил, а ты вот так в карман засунул руками. Красный такой? Нет, не красный. Лавандовый. Бирюзовый? Бирюзовый, бирюзовый. А значит, бирюзовый такой красивый. И розовый красивый, и красный красивый. Ну, все эти цвета вообще обалденные. Красивый, да. Они красивые. Хочешь, я тебе XL-ку привезу, померяешь. Кого? XL-ку будет. Чего? Чего? Разные есть хорошие, футболки хорошие, да. Они, они, вот люди, кто брали, там, в Ютубе смеются, еще, да, в ТикТоке тоже, ой, там, гамно, гамно. А люди все, что пишут, вот, до одного, Боже, получила, какое качество. Очень доволен. А Света с Андреем подходили, тоже наявится розовый. Розовый, здоровый, у нас самая здоровая, так как красивый цвет. О, вот только, вот только, следующий. Добрый вечер, получила худец. Просто вау, який супер. Теперь буду куплять и только у вас. Нет, гарно. Дякую вам, дуже приятно. Цветные, цветные безподобные вообще. Цвета все такие, такие насеченные, яркие такие цвета. Дуже гарно цвета. И Коля эти костюмы. А, берут хорошо. 20 чем-то штук зацепить. А Коля в спальню, в своей спальне то играет. Да, а че в своей, че не в соседней. Ничего ты понять не можешь, для чего в своей. Спить среди вещей. Это он так и будет там у себя в квартире? Ну, кажется, что офис там, где-то в доме есть с ним, и аренду возьмет. Где, Коля? Ну, пока в себе в квартире, я возьму какую-то аренду в офисе. Ага. Ну, в себе в квартире, может, трошки будет заставлено, значит, все равно не за что не платить. Аренду возьми, надо платить. Ну, платить же надо. А, як же, никто дорогу не платит. Смотри, аренди еще дорогие аренды. Так. Ну, да. Так, киевно не платит. Аренды платит, ести надо. Чертись, сколько надо. Ну, хорошо, я сегодня продавцовую. Ну, он сегодня тросящий, трошки такие, веселенький уже был. Ой, доброе, пиду я. Спасибо вам за общение. Ага. Тебе 11 лет. Канал. А ты? Пошли подарок. Шо? Малка, заберешь подарок, что Надя дает? Да сейчас не буду, очепиться, у меня в квартире хлам. У меня в квартире склад. А ты ж руки убрал. Я пока не разговаривал. Убирал только в двух шкафах в туалете. Забрали? Ага. Да. Ты хочешь что-нибудь у нас возьми? Хочешь, это возьми. Нет, Надя, нет, нет. Это я брать не буду, спасибо. Вот возьми. Нет. Возьми. Нет. Я сейчас выйду за тобою. Где, куда хочешь, я брать не буду. На, возьми, положи. Надя, я сладко не буду. Когось у вас киши. Нет, правильно говорю, что с Надей он хер похудеет. Что тут такое? Надя, положи пить холодильник. С кофе будешь пить. Нет, я положу. Та же самое. С кофе буду пить. А что ты думаешь, что у нас похоже? Мама, я не голодный. А холодильник, может, есть? Нет, спасибо. А потом и есть ты ночью буду, похолодиться. А так, нет ничего, слава богу. Я тебе лично скажу. Приключим.